начинать? Мы на ютубе. А, ну отлично. Ну, поехали. Тогда давайте начнем сначала. Я напомню, что такое для нас физическая система. А вы, пожалуйста, задайте вопросы и делайте комментарии. Ну, астетическая система – это пара, многообразие и симпликтическая структура на нем. Это симпликтическая форма. Соответственно, фазовое пространство нашей системы. Ну, значит, оно у нас будет обычно симпликтическая, иногда плосоновая. И H – это функция на нашем многообразии, которая называется гамильтониан. Вот. У этой картины есть квантовая версия. В квантовой версии мы заменяем многообразие и гамильтониан, H, на пару A. И, соответственно, здесь у нас было пуассоновое многообразие с скобкой пуассона. А здесь у нас пара A, H – коммутатор, значит, где A – это ассоциативная алгебра. А вот этот H – это теперь элемент в этой алгебре. Вот. Значит, теперь что значит интегрируемость физической системы? Да, ну тут, в общем, в этом примере, когда мы переходим от классической ситуации квантовой, нужно думать, что эта A, она является такой квантовой версией, некоммутативной версией функций на M. То есть функции на M превращаются в ассоциативную алгебру. Значит, теперь интегрируемость. Мы говорим, что сначала классическая интегрируемость, то есть, значит, когда у нас есть симметрическое многообразие M и гамильтониан H. Значит, это пара интегрируема. Если мы можем найти функции H1, которая равна H, H2 и так далее, до H размерности M пополам, в функции на нашем M, такие, что, во-первых, скобка полосона H и HG равна нулю, а во-вторых, дифференциалы этих H и тых во всех точках M, ну или во всех точках какого-то открытого куска плотного, являются независимыми. Замечание, что больше, чем половины их не может быть, из-за того, что наша симметрическая форма не вырождена. Вот если нашлось максимальное количество таких функционально независимых элементов, то система называется интегрируемой. И, соответственно, польза интегрируемости, например, состоит в теореме Арнольда Левилля, который говорит, что мы можем, значит, такие системы, на них заводить хорошие координаты. Есть ли какие-нибудь вопросы? Пока что. Нет людей, которые готовы быть контрольными слушателями. Да, 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 да. Это было хорошо. То есть пока все, что очень что-то простое, но дальше будет немножко сложнее. Ну, если все просто, только лучше быть контролем слушателями. Ну, не знаю, я могу кого-нибудь попросить из студентов. То есть просить там докторов наук, наверное, неудобно. Андрей Григорьев, можете быть контролем слушателями? Да, я могу. Я, правда, на три минуты где-то задержался. Ну, чем лучше. Можно еще раз показать? Чуть-чуть выше. Буквально вот после, между классическими и до того, что было сейчас. А, вот. Вот оно. Все понятно, да. Вот, да. Да. Хорошо. Хорошо. Отлично. Значит, ну, значит, у Коли была интегрируемость для классической системы, давайте определим понятие интегрируемости для квантовой системы. Хорошо, а сейчас, а еще и докторов. Саша Шефер, может, ты тоже будешь контролем слушателями? Два контролем слушателями лучше, чем один. Может, мне надо будет, может, убежать по дороге, но спасибо. Это тоже типичная история по контролю. Ну, давай, пока ты есть, ты слушаешь. Хорошо. Отлично. Значит, интегрируемость квантовой системы. Ну, давайте, у нас теперь есть пара, соответственно, А и Аш, красивые. Напомню, что это теперь ассоциативная алгебра, а это какой-то элемент в ней. И давайте считать, что эта пара есть квантование некоторой классической системы. Классической. Ну, квантование в широком смысле, что есть какой-то способ выродить эту систему в классической системе. Значит, и тогда интегрируемость – это существование пять элементов теперь H1, который H, H2 и так далее, H, размерность M пополам, таких, что теперь они все между собой коммутируют. И эти элементы H1 алгебраически независимы. Прошу прощения, раз я контрольный слушатель. Имеется в виду все-таки, что А – это квантование функций на многообразие размерности, на многообразие M. Да, 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 квантование классическое какое-то, значит, O от M, ну и тут там H. Но я не хочу говорить, в каком смысле квантование, потому что это необязательно профильтрованное квантование. То есть есть такое, значит, есть понятие фильтрованного квантования, когда на этой А есть фильтрация такая, что присоединенные грибированные к А изоморфу O от M. Соответственно, этот ГР, H, он равен H при этом. Но даже в наших примерах у нас не всегда будет так. Вот. Хорошо. Патя, я хочу спросить, есть ли у нас какая-нибудь система такая конечномерная, типа цепочки или квантового ГД на нескольких узлах? Ну, при том желательно такая, чтобы у гамезотониана спектра был простой. Это получается, что она в смысле этого определения неинтегрируемая, потому что H разматриваться с простым спектром можно выразить любую другую матрицу, коммутирующую с ней. Может, у нас конечномерная пространство, там, конечно, то и алгебра на нем будет действовать, в этом представлении конечномерная. А, ну, сами должны брать образ. Поэтому там, конечно, будут зависимости. Каждый ребят будет уже алгебрически зависим в каком-то смысле, с единицей. Ну, а чему там равна размерность, многообразие, может быть? Не, ну, конечно, наверное, алгебра не подходит под это. Это уже представление алгебры. Это мы будем обсуждать, да. То есть мы будем изучать, у нас будут системы А, H, и мы будем изучать представление этой А на каких-то там векторных пространствах. И, соответственно, в этом случае мы берем образ, то есть у нас А отображается в антоморфизме В, и здесь вот берем это под алгебру H и Т, порожденный алгебрически независимыми H и Т, и их образы здесь, ну, в общем, какая-то алгебра, я не знаю, как ее обозначить, С, она уже, конечно, ну, они уже независимыми не будут. Они будут образами алгебрически независимых отсюда. Ну, то есть замечание, Паша, видимо, в том, что вот управление, когда оно, оно не соотносится с тем, что люди говорят, как говорят, что цепочка интегрирована. Там нету ни такой А, ни многообразия нету. Ну, в общем, там алгебр не является квантованием функционного многообразия. Ну, может быть, Псенович, как у нас будет, у нас будет некоторая такая алгебра такого рода, и это будет ее образ. Да, 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 да. Но я не претендую на физическую точность, потому что я-то как раз физику не знаю. Ну, в цепочках тоже это такая штука, только просто со временем точная. Что? Ну, в цепочках то же самое, у тебя тоже есть алгебра, которая квантует функцию многообразия, просто представление от алгебры не является точным, правильно? Или это не понятно? Ну, смотри, а какой алгебр? Ну, можно так сказать. Алгебра бета, как под алгебр в Янгиане? Бета такой? Типа, да. Так, да. Ну, если ты взял какое-то небольшое представление, то... Паша, ты что-то из цепочек? Да, ну, даже в цепочке ТОДы такое все будет, вот в таком виде, можно сказать. Ну, то есть, что когда обрет проинтегрируемые цепочки, то чтобы они подходили под это определение, надо говорить про какой-то универсальный объект, что вот есть Янгиан, вот есть логебрический анзас бета какой-то, а как это все будет работать для конкретной цепочки, это уже отдельный вопрос. В смысле, что это уже его представление? В таком общем уровне. Да, 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 да. То есть, есть Янгиан, есть алгебра бета, она порождена там алгебрически независимыми элементами, а дальше можно у нее брать представление и образ ее в этих антомоморфизмах этих представлений. И это будут решения соответствующих уравнений уже как бы. Собственно, значение этих коммунитивной алгебры, это уже будет решение Шейдингера. Хорошо, отлично. Ну, мы это все увидим. А можно вопрос теперь? Да, конечно. Так, про все только что сказанное я, наверное, даже не буду, а вот вырождение в каком смысле? Или это на примерах должно быть понятно? Да, это мы будем вам создать на примерах потом. Да, то есть, давайте сейчас можно пока думать, вот такой держать в голове пример, вот этот квадратик. Такой самый простой пример. А вот, да, тогда квадратик. Сейчас, что это? Что значит ГР? Да, квадратик имеется в виду следующее, что есть эта наша алгебра А красивая. На этой А красивой, это вот как в прошлом году мы на семинаре разбирались. Существует какая-то фильтрация ФИА, скажем, и больше не равна нуля. Если бы пример, то я бы, конечно, подменил опять примером дифференциальные операторы. Да, можно. Но если тебе не нужно. Или универсальные обертывающие. Ну, вот напиши любой из них. Например, у нас есть универсальные обертывающие от АДЖ, и на ней есть фильтрация ПБВ. Тогда присоединенные градуированные универсальные обертывающие от АДЖ. Это фильтрация изоморфно-симметрической алгебры, соответственно, от АДЖ. Которая есть там не что иное, как функция АДЖ со звездочкой. Теперь вот это, значит, АДЖ со звездочкой, функция АДЖ со звездочкой – это пуассоново многообразие. Вот есть скобка пуассона. Вы создали, что пуассоново многообразие – это алгебра пуассоново. Да, а это пуассоново алгебра. Эту кобку можно даже определить не очень сложно. Это может полезно быть. Да, кобка определяется следующим образом. Если у нас есть x и y элементы АДЖ, то они дают нам функции. Мы про них можем думать как про функции АДЖ со звездочкой. И скобка этих x и y – это не что иное, как коммутатор x и y по определению. А дальше продолжается по правилу лейтница. И в этом смысле у АДЖИ она была ассоциативная алгебра, и коммутатор индуцирует на присоединённом градуированном скобку Пуассона, которая в точности есть скобка Пуассона тут. То есть гр у АДЖИ, изоморф на ОДЖИ со звёздочкой, как Пуассоновая алгебра. Сейчас. Ну вот слова, во-первых, присоединённые к градуированным, пока непонятны. И сейчас фильтрация ПБВ – это значит, какая-то последовательность под алгеброй есть или что вы имеете в виду под фильтрацией? Нет, ну как, вот у вас есть g внутри УАДЖ, и вы говорите, что у всех элементов g не нулевых, степень равна единице. А дальше для произвольного элемента x вы его расписываете как сумму каких-то… Ну или вы можете сказать, что просто дальше вы берёте g на g, и вот такие дают нам f2 вместе с g и с нулём, и так далее. То есть вы последовательно перемножаете элементы g и таким образом строите it и член фильтрации. Да, да, понятно, а ПБВ здесь больше ни при чём или… Ну в смысле, что… Не знаю, ну… Больше ни при чём? Нет, ну при том, что ПБВ нужна для того, чтобы увидеть, какая размерность у этого всего будет. Ну вот это из-за маршизма между причинением градуирования и САДЖ, это теорием фонгаря… Это и есть ПБВ, да. Да, 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 да. В принципе, это не очевидно, что этот g не будет меньше, чем… Немножко сложно, но, на самом деле, может быть, самая правильная формировка была. Ну и давайте я тогда уже напомню, что g – это по определению первая сумма от i равного нулю до бесконечности таких вот факторов и того члена фильтрации по i – первому члену фильтрации. Вот. Есть ли ещё про этот вопрос? Но мы это, конечно, будем ещё обсуждать потом. Ну стало чуть лучше, скажем так. Хорошо. Тогда давайте двинемся. Значит, что мы обсудили? Да, значит, мы обсудили понятие интегрируемости квантовой системы. А теперь дальше заметим… Давайте тоже произнесём понятие диагонализации квантовой системы. А именно… Пусть у нас есть это наша пара A и H. И мы можем рассмотреть какое-нибудь представление этой алгебры A. И, допустим, мы уже знаем, что наша система была интегрируема. То есть у нас есть семейство ашитых. Такая алгебра, порождённая ашитами. Коммутативная алгебра. Ну, поскольку алгебра коммутативная, то эти ашиты на V действуют коммутирующими операторами. Поэтому есть гипотетический, по крайней мере, шанс их диагонализовать совместно. То есть вопрос, который часто задаёт в этой ситуации, и естественный вопрос, существует ли базис какой-то V житой V такой, что для любого I H и T действует на этом V житым умножением на какую-то константу… Это как бы вопрос номер один. А вопрос номер два. Чему равны эти ашиты? Вот. Хорошо. Есть ли какие-то по этому поводу вопросы? Но это пока просто определение. И я хотел перейти после этого к примеру модели Гадена, которая для нас будет основной мотивацией, наверное, весь этот курс. Половину, ну, по крайней мере, в общем, весь этот семестр. Так, значит, модель Гадена. Мы стартуем с G, какая-то полупростая. Алгебра Ли. И рассматриваем G со звёздочкой, которая, как мы уже обсуждали, является по основному многообразием. Давайте это напомним ещё раз, потому что это важно. Ещё раз, если у нас есть какие-то два элемента X, Y в G, то мы можем о них думать как на функциях на G со звёздочкой. И тогда их скобка по определению есть просто коммутатор. И утверждение символитические листы этой же со звёздочкой, этого пуассанового многообразия, есть К присоединённые орбиты. То есть мы берём элемент Хи из G со звёздочкой и рассматриваем его орбиту относительно действия группы G с алгебры Ли. G – это группа Ли. То есть вот это вот уже будут символитические многообразия. В частности у них будет чётная размерность, например. Заметьте, что уже размерность не обязательно чётный. Символитические многообразия. Теперь фазовое пространство нашей системы Годена, M. Это есть произведение N штук символитических листов внутри G со звёздочкой. Ну и соответственно символитическая структура просто как на произведении. Вот это вот наше фазовое пространство. Фазовое пространство. Да, как устроен гипертониан на этой системе? Значит, мы определили фазовое пространство, теперь нам нужно определить H в функциях на этом M. Для того чтобы его определить, давайте введём обозначение. Пусть это будет форма киллинга. И давайте выберем двойственный базис относительно неё нашей алгебрии. И определим Казимир как сумма xA на xA. То есть это квадратичный центральный элемент в SRG. Вот, значит, теперь зафиксируем для любого элемента x из нашей алгебры G и набора точек Z1, Zn и ещё элементы хи. Значит, это мне пока не нужно. Прошу прощения. И Z какой-то параметр. Определим следующую сущность. xAz это есть сумма и равна единице до n xI делить на Z минус Z. Мы можем рассматривать это как мироморфную функцию от Z. Значит, что здесь написано? Это функция на m. Вот этот, значит, xI обозначает то, что у нас x действует на O item. То есть наше m, напомню, что это произведение... В смысле x является функцией на O item? Да. x индуцирован с O item. То есть он никак не действует... xI, он никак не действует на O 1, O 2 и так далее. Он действует в этом произведении на O item. Значит, xAz это такая функция, которая уже на m. Возможно. Может быть, я спросил бы контрольных слушателей, что там они думают по поводу происходящего. xAz это линейная функция на O item, я так понял. Да. А все это вместе, это такая, как бы она функция на C умножить на все на это, и на C она рациональна. Если это откажется. Ну или можно относиться к ней так, что мы Z это число какое-то, которое мы поставляем. Тогда это будет честная функция. Сейчас, а x это, прошу прощения, а x это произвольный элемент G или какие-то... Да, да, пока что да. Я еще не определил. А, ага. Это пока вспомогательная. Все-все, вспомогательная функция. Ага. Да. Вот, отлично. Теперь давайте определим Гамильтаниан. Гамильтаниан H хи от Z определяется следующим образом. Это сумма по нашему базису xA от Z, xA от Z, то есть как бы такой Казимир плюс хи от Z, где хи это какой-то параметр, лежащий уже, какой-то фиксированный элемент. Вот, значит, такое определение. Ну, утверждение, что... xA это двойственные базисы, да? Да, xA и xA это двойственные базисы, хи это какой-то... То есть обычно, когда рассматривают модель Гатена, этого хи нету. То есть Гамильтаниан выглядит вот так. Ну, а нам интересно будет рассматривать такую чуть-чуть обобщенную версию, я не знаю, какую-то сдвинутую, я не знаю, как это называется, и есть ли у этого название физическое. Я думаю, что есть, но я не знаю, может, что какое-то поле есть дополнительное. Ну, вот, может быть, мы на первом докладе это узнаем. Какой у этого смысл физически. Может быть, нет. Если физики не прокомментируют, то они его сейчас не узнают. Ну, в общем, я думаю, что есть. Хорошо. Значит, утверждение... Ну, на самом деле, что у нас тут получилось? У нас получилось не одна функция, у нас получилось семейство функций, правильно? У нас все зависит от Z. На самом деле... Можно спросить, да. А вот если мы хи положим равным нулю, это как бы... Можно считать, что хи – нулевой элемент? Это как бы произвольный элемент? Можно, конечно. Хи – произвольный элемент. Можно. Если вы положите хи равный нулю, то у вас получится стандартная модель Годен, которую Годен рассматривает. Это немножко плохо, если у нас один узел. То есть иногда удобно рассматривать, лучше, когда n равно один. И там, в общем, там без хи плохо. Ну, вот как раз мы с этого... Да-да-да, вот ровно, да. Значит, мы как раз с этого и начнем. Мы рассмотрим случай, когда у нас один узел, и тогда... Да, и тогда мы увидим, что если хи есть, то получается какая-то интересная алгебра. А если хи нет, то неинтересно. Не, ну это магнитное поле. Да, в смысле, что есть такое взаимодействие спинов между собой. Которое пропорционально произведению этих спинов в узлах. А есть что-то линейное по спину. Это было магнитное поле, да? Внешние спины и цепочки. Да, пожалуйста. Ну, только не цепочки, а тут же все со всеми взаимодействуют. Ага, ну да-да-да. Хорошо. Значит, утверждение, что хи от z коммутирует с хи от у, если мы их воспринимаем как элементы для любых z и u, лежащих в c, ну, без наших z1, zt. То есть, на самом деле, мы можем относиться к этому семейству как к семейству коммутирующих гамильтонианнов. И давайте я произведу сразу замечание. Может быть, кому-то от этого станет легче. Что, в принципе, мы можем рассматривать еще раз вот эту h хи от z как мироморфную функцию от z. И тогда наши элементы будут порождены, с одной стороны, коэффициентами этой функции, если мы разложим ее по z, а с другой стороны, вычетами в полюсах. У нее все полюса простые. И вычет в z равным z item вот этой функции h хи от z, это есть такая функция h и хи, которая есть не что иное, как сумма c и g делить на z и минус z g плюс хи и. И, соответственно, все, что порождено h хи от z, это то же самое, что и то, что порождено этим h и хи. То есть, другими словами, у нас есть n демельтонианов, вот таких вот. А еще мысли, может быть, диагональные есть. Ну, то есть, что ты говоришь, у тебя есть рациональная функция. И, вообще говоря, у нас их очень много было бы, но достаточно построить ее вычеты. И еще, может быть, значение в бесконечности? Я думаю, что нам значение в бесконечности... Ну, да, может быть, нам еще нужен... Ну, может, рациональная функция задается своим вычетным, но еще есть какая-то... Ну, еще, ну, да, диагональ... Сумма всех хи тогда. Если ты пишешь, что алгебры равны, то, может быть, там надо дописать сумму всех хи. Да, давайте допишем. Правильно, да, согласен. А что такое C и J? C, значит, это Казимир. Вот он. А, нет. C и J соответствует тому, что мы его сажаем. Ну, напиши какую-нибудь формулу. C и J это равно... Значит, C и J это равно сумме X, A, J, J. То есть мы берем Казимир и его, значит, разгоняем, сажаем первую координату на итое место и вторую на житое место. Вот это... Вот такое, мне кажется, что много кто видел в какой-то момент. По крайней мере, без хи. Андрей, еще какие-нибудь вопросы у вас есть? Сейчас, а дальше, после этого, что произошло? Может, откуда это берется? Вот утверждение, что... Дальше мы посчитали вычеты в нашей мероморфной функции во всех полюсах. И сказали, что эти вычеты, вот они вот так вот пишутся. Коммутирующие гамметонианы, которые зависели у нас от Z, они порождали некоторую коммутативную алгебру. И эту алгебру можно переписать как бы немножко более явно, как алгебру, порожденную вот этими H и хитами и хи, который на диагонали сидит. То есть слева алгебра, причем вообще говоря, бесконечное число образующих. Да. Можно брать любое Z комплексное, кроме Z и будет бесконечное число разных товарищей. Но ясно, что у них будет зависимости между ними. И вот все, что надо знать, это вот значение Z, это H в полюсах, то есть когда Z стремится к ZG тому. И вот еще бесконечность. То есть это такой способ более явно переписать алгебру, с которой мы на самом деле имеем дело. Но нам будет удобно думать на таком языке, поэтому я решил определить так, а дальше, как замечание сказать, что... Я, кстати, подумал насчет суммы хитов, я, конечно, отстоял, но, видимо, зря, потому что, наверное, сумма всех аши – это сумма хитов равна. Нет-нет, да-да-да, я думаю, что на самом деле не надо на бесконечности. Достаточно как бы всех, кроме одной. Ну, неважно. Оно все равно у нас там лежит, и это нам важно будет понимать будущее. Так что... Да-да-да, я думаю, что сумма всех аши – это как раз это и есть. Да. Ну, написать. Это как раз и есть сумма хитов. Еще какие-нибудь вопросы есть? Я опасаюсь, что мы просто быстро начнем идти. Да-да-да. Зачем сразу на первой лекции так вот делать? Не, ну, вроде вот, потому что на экране более-менее понятно. А потому что было раньше на экране, на прошлых экранах. Да, то есть что мы вот сделали в последние 15 минут? Мы определили модель Гадена. Фазовое пространство на этой модели – это произведение копы соединенных орбит. И мы определили семейство гамильтанианов. Вот следующим образом. Ибо вот этим образом, ибо вот этим образом. мы задали нашу систему, с которой имеем дело. Двигаюсь? Давайте двигаться. Давайте двигаться. Значит, ну, собственно, следующее естественное определение – это квантовая версия этой модели Гадена. Это квантовая модель Гадена. Модель Гадена. А это была не квантовая? Нет. Ну, видишь, тут все было совершенно классическое. Вот у нас было многообразие, было фазовое пространство, была функция на этом фазовом пространстве. Только почему-то мы говорили про коммутативность, а не про скобки Пуассона. Скобки Пуассона? А, тут неправильные скобки. А, потому что я неправильно написал. А-а-а. Вот так вот, да. А какие скобки Пуассона? Как их сосчитать? Ну, вот тут вот определение. Вот оно. То есть, еще раз, на функциях на G со звездочкой у нас есть скобку Пуассона. На каждой орбите есть Костанда Кириллов. Ага. Можно написать, что это скобка Костанда Кириллова. Хорошо. Да, понятно. Хорошо. Нет, ну, извините, сейчас все-таки… А вот те скобки, они разве не были правильными в том смысле, что мы как бы можем, ну, продолжить, что ли, по Лейбницу скобку с… Ну, просто с алгебры на SRG. И, ну, сейчас можете… Нет, так и это имеется в виду, да. То есть, написано в лоскопке образующих… Это вопрос обозначения. А потом она продолжает на всю алгебру SRG. Угу. Хорошо, спасибо. Это имелось в виду, да. Хорошо. Значит, теперь квантовая модель Гадена. Раньше у нас было G со звездочкой на G со звездочкой и функции на этом произведении. Что есть не что иное, как симметрическая алгебра G в степени N. Правильно? У нас было N тут множителей. Ну, квантование ее в этом фильтрованном смысле – это есть у от G в степени N. Поэтому, естественно, требует, чтобы это была наша алгебра A. И тут я немножко неаккуратен, потому что, на самом деле, если мы говорим про фазовое пространство произведения симметрических листов, то оно у нас меньше, чем симметрическая алгебра в какой-то степени. Оно у нас – это симметрическая алгебра, профакторизованная по каким-то еще каземирам. Ну, можно эту алгебру A тоже факторизовать по каким-то значениям каземира фиксированным. Тогда вот у нас получится алгебра, которая по размеру будет такая же, как и функции на произведении листов. Можно не заморачиваться по этому поводу и думать просто о G в степени N. А Гамильтониан наш, H, H, Z, он превращается в квантовую версию свою, которая пишется просто теми же самыми формулами, но которые мы теперь понимаем не как элементы симметрической алгебры, а как элементы универсальной обертывающей. Ну, все-таки значения каземиров не различают прямо уж листы, да, они различают только максимальные листы. Ну, я говорю только о максимальных, на самом деле, листах, потому что я хочу, чтобы у меня размерность была правильная. Ну, и они, да, они различают максимальные листы, но более того, там надо еще брать их замыкание, если быть аккуратным. Но я в этом месте не хочу быть сейчас аккуратным. Я имею в виду, что фиксированные значения каземиров – это замыкание максимальных листов. То есть это не прямо такие листы. Это прямо такие листы, если у нас элемент… Не, ну, кто знает, то ставят правильное утверждение. А простые люди достаточно замечают, что то, что каземиры различают листы – это немного не брежно. Да, это не брежно. Вот, хорошо. То есть определение еще раз такое. Значит, теперь наша ассоциативная алгебра – это тензерная степень универсально обертывающей, а ашхи – это вот такая вот… все та же лейная комбинация, только понимаемая уже как элемент этой а, а не как элемент тензерной степени симметрической алгебры. И опять, значит, теперь утверждение… Слушай, я прошу прощения, я тут что-то пропустил. А вот тут на z минус zi делить не надо, да, ашхи от z? Надо, 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 надо. То есть вот эти вот, значит, давайте напомним, что x от z – это все еще… А, мы там делим уже… Сумма от i равно 1 до n x и делить на z минус zi плюс… Все. То есть вот это как было, так и осталось. И все еще верно, что эти h от z вот теперь уже коммутируют внутри универсальный обертывающий. Ну и все еще верно, что оболочка этих h от z – это если что, как раньше… То есть тут все тофтологически переписывается из классической ситуации в квантом. Есть ли какие-нибудь вопросы по этому поводу? Ну, для ашхи формула такая же. Да, для ашхи формула такая же. Давайте напомним. Если я еще не забыл. Женина. Все совершенно то же самое? Извините. Да. Ну вот, а в этом примере что мы назовем вырождением? Или нельзя этот вопрос еще задать? Ну вот смотрите, как раз. Вот хороший момент. Значит, в этом вопросе, если х у нас равен 0, то тогда присоединенные градуированные к этому h и 0 – это будет h и. И присоединенные градуированные в смысле, ну вот, естественные фильтрации на тензорной степень боджи, которые приходят из фильтрации на самом боджи, на произведение фильтрации. Но при этом, если х не равно 0, то присоединенные градуированные от этого h и х, она все еще будет равна h и 0. Правильно? Потому что у этого х, у него степень по нашей фильтрации единица, а вот у этого, товарищей, степень 2. Поэтому при переходе к присоединенному градуированному х сократится. Сейчас. Переход к присоединенному градуированному – это что? Это неправильно так думать. Ну, переход к присоединенному градуированному, грубо говоря, соответствует тому, что вы берете ваш элемент и оставляете у него только старший член по фильтрации. Да. Вот в этом элементе h и х у вас есть сумма. Значит, вот этот кусок и вот этот кусок. Да, да, нет, тогда вот да, в этом смысле понятно. То есть в этом смысле мы видим, что если х равно 0, то в таком вот фильтрованном смысле действительно вот этот товарищ является квантованием вот этого товарища. Но вот если х не равно 0, то нужно быть аккуратнее. Нужно говорить, в каком смысле одно является деформацией, квантованием другого. И мы это увидим, но я предлагаю сейчас на этом не концентрироваться. Хорошо, спасибо. Есть еще какие-нибудь вопросы? Давайте двигаться. Отлично. Значит, тогда давайте я теперь поставлю задачу нашу, которую мы будем весь семестр пытаться решать и обсуждать и разные подходы к ней изучать. Значит, задача номер один. Интегрируемость модели Гадена и ее квантового аналога. То есть другими словами, вот мы построили эти h и хи, и вот мы построили эти h и хи красивые, и они образуют одна, это максимальная, это по сону коммутирующая под алгебра, а это коммутирующая под алгебра. И вопрос, можем ли мы к ним что-то добавить так, чтобы образующих уже стало только сколько нужно. То есть чтобы все проинтегрировалось. И вопрос номер два это, если мы ответим на вопрос про интегрируемость, то это диагонализация квантовой модели Гадена. Ну, в представлениях нас будет больше всего интересовать представления тензорные произведения неприводимых конечномерных представлений универсально обертывающей степени. Есть ли какие-то вопросы про задачи? Собственно, вот это наша основная мотивация. Все, что будет происходить дальше, это будет попытка решить эти две задачи. Окажется, что классическая версия не сложная, и я попробую как-то прокомментировать сегодня, как ее решать. А квантовая версия значительно сложнее. Я хотел спросить, а вот вычисление того, что гамритниан и квантовая коммутируют, оно операционно похоже на взялиство коммутативности гамритниана в классической инвалютивности? Или там какие-то другие трюки используются? Я думаю, что да, похоже. Хорошо, тогда если… Ну, может быть, если сегодня поскольку отдых, можно сказать, что если люди слышали про цепочки, то ГД, там какие-нибудь XXZ, XXX, то ГД – это как вырождение этих цепочек. То есть в этом смысле это самый, ну, может быть, даже с каких-то точки, это самый простой пример, где вот эту всю науку можно развивать. Сейчас, ну, цепочек обычно есть как минимум один гамритнианолокальный, в котором узлы взаимодействуют только соседние. Вот, а здесь вроде как… Ну, не знаю, как на это хорошо ответить. А, может быть, это вопрос в значениях неоднородности, ладно. Сейчас, ну, это вроде какой-то аналог таких, я не знаю, как их правду называть, интервалы движения. Ну, в XXZ цепочке можно брать, можно делать трансформатрицу на произведение X-затита и брать вычеты. Ну, я бы назвал книжник замолодчиков, наверное, этих играл движениях. Вот эти, вот эти, вот эти, вот эти. Ну, да, эти очень хуже, да. Ну, это так, если кто-то видел цепочки, цепочки не очень важны, это можно проигнорировать. Ну, да, может быть, мне само это интересно, я бы, например, на докладе, если что-то такое мы обсуждали, это было бы замечательно. Ну, там, что пойдет. Прошу, я, можно? Тоже вопрос. А, скажем, если делать не для ОАДЖЕ, а для УКОДЖЕ, то вот задача номер два, она решена? Ну, посчитать спектр, там, написать собственную функцию. Я не знаю, решена ли она, ну, как бы, в том… Ну, я не знаю, АНЗАЦБ, это, наверное, у физиков хорошо спросить, в смысле у Миши, а АНЗАЦБ это пишется в таком Q-аналоге? Я не знаю, я бы, Саша, вопрос на вопрос. А ждать, что тут будет какой-то ответ через Q оперы? Ну, вот, да. Ответ из пункта два будет через слово «опер». Вот есть деятельства, там, в течение последних каких-то лет, про разностные оперы. Может быть, это про эту задачу, но я с формулами… Сейчас, а ответ на задачу номер два, вот, без Q, это… Это опера. Это опера. В терминах некоторых опера, да. А Q-опера – это такая, это то, что вот, не знаю, там, каратеевка компания делает. У нас есть вообще знакомые, которые этим делают. Морган – это про ответ на это. Но текста нет никакого, да? У них есть много текстов на много страниц. Ну, окей. А это лет, я не знаю. Да, спасибо. Если там еще Леня Рыбников еще остался, то он, может, лучше скажет, но… Мне кажется, его не было. По-моему, ну… Ладно, спасибо. Пропрощай. Нет, ну там есть некоторые утверждения, такие как бы вырожденные, когда UQ превращается… Ну, под алгебру бета в UQ превращается в Янгян, и там под алгебру бета в Янгяне. Но там тоже, в общем… В общем, как бы полных утверждений, насколько я понимаю, нет. Почему? Про какие-то явные формулы для этих собственных значений. То есть известно иногда, что действительно все диагонализуется с простым спектром, но… Но не более того. То есть явных формул нет. А спектр… Спектр там какой-то… Прерывный? Дискретный? Дискретный, наверное, да? Дискретный, да. Ну, если мы получаем, конечно, верное представление, то дискретный. Как бы… Если ты сейчас скажешь что-нибудь про положительное представление, то я не знаю. Нет, ну я… Окей, понял. Спасибо. Хорошо, да. Но это, может быть, мы будем обсуждать… Ну, в смысле, не это, а без Q. То есть когда Q равна единица. Соответственно, в конце этого семестра, наверное. И в следующем семестре. Хорошо. Значит, давайте теперь пример рассмотрим. А именно рассмотрим случай, когда n равно единице. То есть у нас есть только одна точка. Одна точка Z1. Тогда фазовое пространство, с которым… И у нас все классическое, все классическое. Классическая модель Гадена. Классическая модель Гадена. Значит, тогда фазовое пространство наше M… Ну, давайте… Я не буду писать, что M – это G со звездочкой. И в этом G со звездочке, значит, в функциях на этом G со звездочке и лишит наш Каверинтониан H. Который равен чему? Вопрос к аудитории. Я тебе покажу. Формула. Где тут формула? А, формула… Вот она. То есть у нас есть только одна точка. Ну, вот… Что тогда вообще выживает из этого… от этого ашихи? А? Ой, я не услышал, прошу прощения. Ну, там два человека одновременно начали отвечать. А. Ну, в общем, хи. Да? И все. То есть в нашем гамильтониане нет никаких вообще… Это не функция, это просто элемент хи. хи. И задача… И мы хотим теперь проинтегрировать эту нашу систему. То есть мы хотим пуассоново-коммутативную под алгебру в S G, содержащую хи. Хи. Ну, понятно, что… Понятно, что у нас… Какие есть кандидаты для элементов здесь, которые коммутируют с хи. Ну, естественно, у нас в нашей асимметрической алгебре есть инварианты относительно G, которые порождены какими-то фи-1, фи-2 и так далее, фи-r, где r – это ранг G. Сейчас… В случае, когда… Можно вопрос? Я все-таки не понял… Конечно. Там же, казалось бы, у нас там сумма стоит рядом с… Ну, вот… И еще с вагами там… Вот эти х, они делятся на минус Z1 или… Сейчас, Илья… Да, но сумма идет… Сейчас я запишу… Сумма идет по i, не равным G. Правильно? А, да-да-да. Я про другое определение, которое там было именно с этими… Ну, аж хи от Z. Как бы… А, хорошо. Там же, вроде бы, не только хи остается. Правильно ведь? Или нет? Ну, тоже, как бы… Поскольку мы знаем, что алгебры, порожденные этими товарищами, одинаковые, то обязаны оставаться только хи, в конце концов. Правильно? Потому что от этих остается только хи. Ну, да, но… Сейчас так… Ну, хорошо. Хорошо. Значит… Значит, еще раз. Что мы хотим? Мы хотим дополнить хи до коммутативной… По основному коммутативной подалгебры здесь. И какие у нас первые есть кандидаты для этого? Ну, первые кандидаты для этого есть элементы этого S-A-G, которые коммутируют вообще со всем, с любым элементом нашей алгебры. Жень – вариантные элементы. Которые, как мы знаем, порождены R многочленами. И в случае, когда G равно G-L… Соответственно, этот… Там… Этот… Это след… Ну, это… Это след… Итой степени. Ну, а, например, фи-1 – это наш Казимир, которого мы любим. Сумма х… Вот. То есть, естественно, в эту нашу алгебру, которую мы хотим построить, взять сразу всех этих фи. Потому что они вообще лежат в полосоновом центре. Они точно должны быть у нас. Теперь давайте такое замечание произведем. Что будет, если мы возьмем Казимир, вот этот вот, и продифференцируем его вдоль хи? Ну, по правилу Лейбница получится следующее. Получится сумма по А. Причем, когда я дифференцирую, я имею в виду, что хи действует с помощью спаривания относительно формы киллинга. И действие тогда дифференцированием – это будет, соответственно, спаривание хи из х умножить на ха, по правилу Лейбница, плюс ха умножить на спаривание хи к ха. Сейчас, да, то есть дифференцировать можно вдоль вектора, лежащего в пространстве. То есть, поскольку у нас функция на G со звездочкой, то дифференцировать можно было уничтожить элементы G со звездочкой, хи – это все элементы G, но при помощи формы киллинга мы его перекидываем на G. И теперь дифференцирование с линейной функцией – это просто спаривание, тогда с хи получается. Да, и вот полейбницу так и все. А дальше мы раскрываем полейбницу. Хорошо, но теперь давайте посмотрим. Вот эти обе суммы, они просто, каждая из них равна хи. Правильно? Потому что ха и ха большое – это двойственные базисы. То есть, мы получили два хи. Есть ли вопросы по этому вычислению? Вот. То есть, другими словами, мы видим, что этот хи, он выражается через дифференцирование, в общем, него самого, от самого простого центрального элемента – от Казимира. Теперь, естественно, догадка, которая оказывается верной, она следующая. Подтверждение. Подтверждение. Алгебра, которую мы будем изучать Ахи, порожденная теперь всеми возможными дифференцированиями вдоль хи, во всех степенях, понятно, не выше степени многочлена, которые мы дифференцируем. Что вот эта алгебра, она будет пласоново-коммутативная. И мы знаем, что она содержит хи. Это утверждение 1. А утверждение 2. Если хи – регулярный элемент, например, в случае ЖЛН, это значит, что у хи все различные, все значения различные, собственные значения. То эти дифференциальные производные будут алгебраически независимы. И Ахи – это как раз порождает, ну, они и есть все нужные нам интегралы движения. То есть это вот ими все интегрируется. Все интегрируется. Там был какой-то вопрос или мне послышалось? Да. Нас требуют, чтобы… Можно еще раз… Если кто-нибудь услышал, можете сказать или еще раз повторить? Блок слышен, да? Да. Я спрашиваю, надо ли требовать, чтобы все, собственно, значения были различными? Достаточно… Большой жарданский ухлет. То есть какие условия на хи, получается? А, регулярно. Угу. Ну, если… Да, можно тут такое замечание. Давайте я не буду его писать. А, ну, хотя давайте я его тоже напишу. Да, вот действительно про вот это условие регулярности. Замечание на самом деле верно большее. Верно, что для любого уже хи, эта вот алгебра хи, которую мы построили, она является максимальной коммутативной под алгеброй, но не во всей симметрической алгебре от G, а в инвариантах этой симметрической алгебры G относительно централизатора хи. Ну, понятно, что, например, если у нас хи равен нулю, то тогда дифференцируй, не дифференцируй, вдоль него ничего не произойдет. То есть А0, она просто порождена этими хиитами. И понятно, что она слишком маленькая для того, чтобы быть максимальной под алгеброй во всей симметрической алгебре, чтобы все нам проинтегрировать. Но вот утверждается, что всегда у этой ахи достаточный размер, если мы садимся в инвариант и отсидим централизатор. Я это ответил? То есть, если она сильно вырожденная, то под алгебру маленькая просто получает. Да, совершенно верно. А если все данные клетки максимальные, то она размера половину, ну, как бы... Плюс еще ранг, если мы из нее вычтем эти хииты, то она будет половина. А она является в каком смысле под алгеброй диффанда Цетлина? Очень правильный вопрос. Она, на самом деле, вырождается под алгеброй диффанда Цетлина. Это мы будем обсуждать, наверное, в следующем семестре. То есть, если взять семейство этих хитов и предел этих алгебр в правильном направлении, то мы получим под алгеброй диффанда Цетлина. Спасибо. Хорошо. Есть ли какие-нибудь еще вопросы? Да, я немного не понял. Вот момент чуть-чуть ниже буквально. Там, где ими все и еще раз интегрируется. Интегрируется, да. Но я имел в виду, что их уже достаточно. Вот эти вот, мы их можем считать, что это и есть наши аж ижитые. Как в определении интегрируемости. Так что алгеброрически независимых элементов будет примерно половина размерности. Минус равен. Да, совершенно верно. Если хотите, мы можем провести вычтение для JLN, если хочется. Ну, сколько там будет, чтобы увидеть, что все сходится. Давай я напишу из нее. Ну, или двинемся дальше, тогда мы успеем больше… Мы сможем что-то обсудить в квантовом мире. Но, возможно, это не обязательно на первой лекции. Ну, хорошо. Давайте двигаться тогда. И следующая наша задача – это попробовать проинтегрировать теперь модель Годена честно. Не предполагая, что n равно единице. Интегрируемость модели Годена. Значит, ну, цель ясна. Значит, раньше у нас была подалгебра АХИ в S от G. Теперь мы хотим получить подалгебру АХИ, зависящую же от набора точек Z1, Zn, уже как-то эффективно зависящую, внутри симметрической алгебры АДЖ в степени n, которая бы содержала в себе все эти АШИ от Z. Мы хотим ее построить. Хотим что-то такое построить. И давайте начнем со следующего замечания. Давайте вспомним, как этот наш АШИ от Z определялся. Значит, по определению он был суммой по АХА от Z с верхним индексом А от Z плюс ХИ от Z. И X от Z это была сумма от i равного единицы до n, XI делить на Z минус Z. Которую мы можем переписать в следующем виде. Это просто значит раскрыть геометрическую прогрессию. Раскрыть. И у нас получится следующее. Минус сумма от i равного единицы до n, сумма от k равна единице до бесконечности, Z в степени k минус 1, ZI в степени минус k, XI. То есть тут мы просто раскрыли, мы теперь не делим на Z минус ZI, а вот суммируем геометрическую прогрессию. И минус тут возник, потому что мы хотим, чтобы ZI были в отрицательных степенях, а Z были в положительных степенях. Вот. Просто переписали таким образом. Это обозначим звездочкой. И давайте это запомним, что мы можем пройти X от Z и думать вот так вот. Хорошо. Теперь давайте рассмотрим алгебру симметрических функций на вот такой вот большой алгебре Li. T минус 1, Z, T минус 1. Значит... Вот это алгебра Li. Семметрическая алгебра. Это функция на алгебре Li. Это можно про нее думать как про функции, но тогда на алгебре типа вот такой. Но можно про это не думать, а думать просто, что это симметрическая алгебра вот здесь. И поскольку вот это алгебра Li, то здесь есть скобка Пуассона. Которая просто, значит, по правилам Левницы, как всегда, продолжается скалутат. Там нет уже как под алгебра. Да, она такая типа... Пронельпатентная. Пронельпатентная. Да. Она пронельпатентная. Да. Но мы можем ее рассмотреть. Сейчас мы поймем, почему она... Вот этой звездочке мы увидим, почему она тут к месту. Вот. Значит, и рассмотрим такое вот вложение из... Зависящее от параметра Z. Из симметрической алгебры от G вот в эту вот алгебру симметрическую T в минус 1 G, T в минус 1. Вложение, которое будет делать следующее. Значит, мы его обозначать будем I минус 1 от Z. И оно будет брать X из самой G. И переводить в минус сумму от K равного 1 до бесконечности Z в степени K минус 1 X на T минус K. Я иногда буду X T минус K обозначать как X от минус K. Вот. Давайте остановлюсь. Давайте... Есть ли вопросы по этому отображению? Еще раз я повторяю. Оно X переводит вот в такую сумму. А дальше продолжается просто до кемоморфизма алгебры. То есть произведение... Это сравнить с формулой звездочкой, да? Совершенно верно. Это уже можно начать сравнивать с формулой звездочка. Только отличие в чем заключается? В том, что здесь у нас есть как бы вот это T, которая такая формальная переменная. А в формуле звездочка у нас тут T заменяется на сумму, как бы, ну и... Ну, T заменяется на Z и T, а еще сумма, да. Да, 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 да. И X, видите, у нас тут один, а здесь у нас X-ов много. То есть X, он превращается в сумму X-итых. То есть про T можно думать так, что T превращается в Z-итые, то есть подставляется, а X превращается в сумму Z-итых. Ну, X-итых. Мы сейчас увидим точную связь между этими вещами. Вот, значит, ну, про определение... Можно вопрос еще? Чтобы поддерживать лавры контрольного слушателя. Я правильно понимаю, что если мы разложим по положительным степеням, например, то ничего интересного на то дню. Или это имеет какой-то смысл? Ну, я думаю, что... Мы по отрицательным степеням Z-итых разложили. Да, мы по отрицательным степеням Z-итых разложили. Нам важно, что здесь... Я думаю, что нам важно... Сейчас, секунду. Ну да, мы что-то интересное увидим, но меньше. То есть, как бы... Ну, это просто такой способ увидеть как бы ингиан, да? Что мы раскладываем по степеням Z, да? Вот. Это хороший вопрос, но как раз мы это будем обсуждать позже. Но как раз ингиан, естественно, он приходит как... Ну, он, естественно, квантует симметрическую алгебру как бы аджет T в минус 1. То есть, вот такую, которая не про-нерепатентная, а настоящая. А тут... То есть, отличие в том, что здесь на что-то получилось про-нерепатентное, а в ингиане получается, ну, как бы, ну, в каком-то смысле двойственное. То есть, ну, в общем, не нерепатентное. И в этом отличие. Это важно. В общем, это мы будем еще обсуждать. Я боюсь, что это неправильно, но это не совсем про ингиан сейчас история. Ингиан был бы про их цепочку. А алгебра бета в ней. А у нас модель Годена. Это вырождение. Ну, да. Мы эту модель Годена будем строить... Ну, в общем, сейчас мы увидим, как мы построим модель Годена, как образ некоторой подалгебры. Это синетрическая алгебра. В принципе, так же можно делать при помощи ингиана тоже, как образ, только другой подалгебры. То есть, знаешь, скорее бы, такая типа алгебра петель таких полиномиальных приблизительно. Угу. Угу. Почти, а можешь попросить прокрутить еще слайды чуть-чуть наверх? Вот дальше. Что-то я понял, потому что я не понимаю. Вот этот h, ki, az. Вот эти вот xa и xa с верхним индексом, они лежат как бы в разных ногах. На двух разных орбитах они лежат, правильно? Сумма по всем таким. То, что тут написано, это сумма еще по разным орбитам. Ну, каждый из этих, вот каждый xa это вот этот. Правильно? То есть, xa от z это сумма xa итых, деленных на z. Я понял, да. То есть, он в каждую орбиту вносит вклад. Да, да, все, спасибо. Ага, прошу, прошу. Вот, хорошо. Значит, в общем, есть у нас такое вложение, зависящее от переменной z. И давайте попробуем его теперь использовать. Да, значит, а именно определим алгебру а универсальное внутри s пули t-1 g t-1. Следующим образом. Значит, у нас будет два эквивалентных определения. Одно определение такое, что это универсальное. Это алгебра, порожденная коэффициентами рядов i-1 от z, примененных к нашим центральным элементам. То есть, вот это вот, это ряд по z, и мы можем брать у него коэффициенты при разных степенях z. При степенях z. И на самом деле, то есть можно про нее думать еще и следующим образом, что это алгебра, порожденная производными в разных степенях, всевозможных степенях, от i-1, от f и того, где i-1, он делает следующее. Он x из g, он просто отображает в x тензор на d-1. То есть про i-1 можно думать как про i-1 от 0. А вот это вот dt, это дифференцирование, которое x тензор в степени m отправляет в m, x тензор в степени m-1. И производные тут берутся по всем k от 0 до 0, и от i от 1 до ранга g. Вот, давайте я остановлюсь на этом. Да, можно еще чуть-чуть прокрутить наверх? Еще выше? Вот так хорошо. Сейчас, а в самом низу страницы, что такое z еще раз? z это формальная переменная некоторая. То есть про это можно думать как про ряд с коэффициентами. Это отображение? То есть это не то, что написано сверху, да? Нет, не из s от j в s от j. Честно, да. Да, функция. Отлично, да. И там они вот такие вообще. Ну да, да. Да, да, да. Вот. И теперь мы с помощью этого отображения определили некоторую алгебру, сидящую вот в этой симметрической алгебре. Ну и вот, значит, про нее можно думать двумя способами. Один похож на то, как мы определяли эту ахи в SRG. Есть ли вопросы по определению? Еще кого-нибудь. Я немного потерял связь вот этого последнего определения, ну а универсальное, с вот тем отображением, которое мы прямо перед этим построили. Они же должны... Ну сейчас. Ну вот у нас есть это отображение. А, вот оно и минус один и есть. Оно и есть, да. Оно и есть и минус один. То есть мы просто берем это, теперь это отображение применяем к этим нашим центральным элементам. То есть это как бы такие универсальные центральные элементы вот здесь. И берем дальше коэффициенты их при степени, коэффициенты этих рядов при степени от z. А у нас никаких и кроме и минус один, собственно, и нету сейчас, да? Нету. Да, нету. Нету. Есть как бы только две его версии. Есть одна от z завидающая, а вторая не завидающая от z. Когда мы просто x переводим в x-1. Окей, давайте теперь я скажу утверждение про эту алгебру. Какую-нибудь карикатуру, там, не знаю, взять какую-нибудь из L2. Тогда что? У нас есть один квадратичный Казимир, да? Что-то E на F плюс F на E плюс H квадрат. И что мы делаем? Да, давайте попробуем. Вот у нас есть L2. У нас есть этот C, который E F плюс F E плюс H квадрат пополам. Да. А теперь мы эти все E мы заменяем на, соответственно, E минус один от z от E, да? Да. То есть это будет вот такое вот... Ну что, что? Сумма E минус K на зацепленняк, да? Минус? Да. Да. E минус K. Ну там еще у нас сдвиг. Да. Сдвиг какой-то, да. Ну, наверное, K минус один тут должно быть. Да, K минус один. От единицы до бесконечности. Вот. То есть как бы можем про это думать, как про такой тоже... Ну да, в общем, как раньше у нас были... Ну да. И теперь мы вот такой вот мы должны перемножить. то есть... То есть... И посмотреть коэффициенты при z, да? Да, да. То есть надо написать. Давайте напишем и на это посмотрим. То есть у нас, значит, здесь будет бесконечность. А здесь тогда будет какая-то сумма L большего единицы до бесконечности L F. F от минус L и плюс в другом порядке. Ну, в общем, плюс и так далее, да. Ну и вот теперь мы должны на это посмотреть и посмотреть на... Ну там самое... На коэффициенты при разложении в ряд по z, да? А у вас там еще t какое-то было? А t съедено в квадратных скобочках. Потом пишем F минус L и F на t в степени. Раз обозначение. Очень хорошо. Мода просто. Зачем она? Ну, чтоб меньше букв было. Да, и что? И теперь, значит, самая маленькая степень z это что? Минус 2, да? Не знаю. У нас же сумма пока больше единицы, правильно? Поэтому самая маленькая степень z это вообще... То есть все начинаться будет... Начинаться все будет просто с этого элемента. E F плюс... Ну почему? Ну, E нулевое, ну хорошо. Ну, да. E минус 1 даже, почему? E минус 1. Да, E минус 1, правильно. E минус 1, F минус 1. Ну, как раз это и есть вот этот вот второй. H минус 1 в квадрате пополам. То есть это как раз и есть... Вот этот кусок, это как раз и есть E минус 1, примененное к C. Ну, смотри. Ну, смотри, без Z. Без Z. Без Z, да. Просто Казимир, да. А дальше будут его производные стоять. А дальше будут его производные. E минус 2, F минус 1 плюс... E минус 1, F минус 2, ну и там все прочее. Да-да-да, то есть можно просто вот это продифференцировать в таком... Да, наверное, проще вот в том определении, которое с производными, что тут писать. Да, то есть надо просто теперь вот это вот дифференцировать по T. То есть понимать, что вот это вот, это E tensor T минус 1. E tensor T минус 1, F tensor T минус 1 плюс F tensor T минус 1, E tensor T минус 1 плюс H tensor T минус 1 в квадрате вополам. И вот это вот дальше нужно дифференцировать по T, ну в обычном смысле этого слова. По правилу Лейбница. Но помнить, что порядок теперь важен. Ну в общем, нет, вот это все, то есть два пределения. Первое пределение, что мы берем, просто подставляем через моды и считаем контентопрезет, а второе, что мы взяли нулевую степень и ее дифференцировали. Да. В принципе одно и то же. Ну я могу еще только комментарием сказать, что для SL2 значит это все должно например формула Шугавары и это не случайно, пойдет речь. Угу. 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 Хорошо. Универсальная алгебра. Угу. Видимо все понятно, да. Отлично. Перетверждения такие, что вот эта ауниверсальная, которую мы построили, она, во-первых, пассоново-коммутативная, под алгебра ВС, А, Т-1, Ж, Т-1. И второе, эта ауниверсальная свободно порождена производными или эквивалентно, свободно порождена коэффициентами и минус 1 от Z от FIT. То есть мы знаем ее размер. И знаем, что она пассоново-коммутативная под алгебра. И на самом деле она даже максимальная пассоново-коммутативная под алгебра. Может быть стоит в этом месте сказать такое замечание, что вот у нас было утверждение про пассоновость этой под алгебры АХИ и есть утверждение про пассоновость этой ауниверсальной. На самом деле доказательства и того, и другого утверждения, они схожи и используют такой трюк под названием метод Магри-Ленарта. Когда у нас есть пара согласованных скобок у Асона, из них получается много коммутирующих элементов. Ну просто если кто-то слышал про такое. Хорошо, есть какие-то вопросы по этому утверждению? Лучше рассматривать на определение этой ауниверсальной. Угу, вот оно. Коэффициент рядов. Да, просто коэффициент рядов, да. То есть вот эти все коэффициенты, они ровно нам и дадут образующие. Никаких соотношений между ними не будет. Вот, хорошо, теперь давайте скажем, какое имеет отношение эта алгебра, которую мы построили, к тому, что мы хотели. А именно, давайте заметим следующее. Что для любого z, неравного 0, у нас имеется отображение вычисления в этой точке. Плохо, давайте его u обозначим. А, хотя z у нас просто уже формальный параметр был. Давайте его u все-таки обозначать. Вычисление в точке u, которое бьет из симметрической алгебры t-1, g, t-1 в симметрическую алгебру g. И это вычисление, оно просто переводит x-тензор тесте в n, в m на x. Также у нас есть отображение вычисления на бесконечности, которое делает что? Оно просто вытаскивает, берет x-тензор t в степени m и переводит, вытаскивает у него вычет. То есть оно вытаскивает коэффициент при t в минус 1. Это тоже галаморфизм алкебры. Пуассонов. Вот, есть два таких отображения, и из них вместе мы можем сварганить эволюэйшн в разных точках. А именно, можем что сделать? Можем взять симметрическую алгебру t-1, g, t-1 и рассмотреть отображение вычисления сразу в точках z1 и так далее ztn и на бесконечности. Это, наверное, все-таки операция именно взятия вычета, потому что вычисление бесконечности все в ноль отправляет. Ну, наверное... Ну, да, наверное. Можно назвать операции вычета. Хорошо. Значит... Значит... У нас есть такое отображение из симметрической алгебры в симметрическую алгебру g в степени n tensor и симметрическую алгебру g. И дальше что мы можем сделать? Мы можем это отображение скомпонировать с отображением тождественным по вот этим координатам и подстановкой то есть и х по последней координате. Давайте я объясню, что вот это вот означает. Это означает следующее. Значит, х у нас можем понимать его как спаривание с х это отображение из g в c и, соответственно, оно нам индуцирует гауморфизм из алгебры симметрических функций на g в c. и и вот мы и 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 Да, 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 да. Спасибо. Вот. То есть мы теперь что-то мы делаем. То есть мы вычисляем n плюс одной точке и потом дальше как бы подставляем наш хип по последней координате. И попадаем в симметрическую алгебру АДЖ в степени n. У нас получается такая сквозная композиция. И теперь здесь у нас есть а универсальная, и мы можем взять ее образ при этой композиции. И этот образ как раз и будет та алгебра, которую мы хотели построить. По построению она будет коммутативная, что образ коммутативный по зону. То есть вот это определение, давайте это отображение назовем фи, то есть определение. а хи от z1, zn, это фи, примененное к а универсальному. Есть ли вопросы по определению? Это сейчас, даже не определение, а уже практически утверждение сделано, что образ универсальный этот ГДНовская. А, или это сейчас? Ну у нас нет, мы же ее никакой. Нет, это определение. Это определение, потому что у нас нет никакой алгебры пока нет. Утверждение, да. Утверждение, что она будет содержать. Утверждение, совершенно верно. Утверждение, что вот эти все а хи от z, вот этот вот, что они все будут лежать вот в том, что мы построили. А хи от z1, zn. И давайте мы у Рома это понять. Сейчас, там должно быть еще на последнее утверждение, что вот это а хи как максимально в размере. Да, это да, да, совершенно верно. Это я напишу попозже, давайте сначала вот с этим. Да, давай тогда определение. Вопросы, по-моему, Паша начал задавать вопросы. Ну вообще я начинал, ну ладно. И вы задавайте. Наверное, может одновременно. Ну в общем сейчас у меня очень глупый вопрос про спаривание с s.g. Это получается, что мы просто, ну как бы если мы маном возьмем, то мы должны со всеми компонентами одновременно хи спарить. Правильно? Совершенно верно, да. То есть у нас есть x1, x2, x3, и он перейдет в хи от x1, умножить просто на хи от x2, умножить просто на хи от x3. Можно еще всегда так сказать, что хи мы смотрим как элемент g со звездочкой, а sg это функция на g со звездочкой. Вот, мы функцию учитываем в точке. Вот, да, да. Совершенно верно, да. То есть, да, точно. Так, хорошо. Мы с учителяем в точке, да. Еще, Андрей, по-моему, еще что-то может спросить. Сейчас, ну хочется какой-то такой... Сейчас я, может, не до конца всю конструкцию понимаю, но у нас вот сейчас с точкой изначально, откуда мы отображаемся, есть, наверное, вот у нас там была скобка. Вот, и хи эту скобку, получается, как-то правильно переносит на образ? Да, он с ней согласован. Да, то есть утверждение, что отображение evaluation... На самом деле, заметьте, что отображение evaluation, они поднимаются до отображения универсальных обертывающих. Из u от t-1, g от t-1 в u от g. Это отображение будет галморфизмом алгебры ассоциативным. И из этого следует, что, в частности, вот этот вот evaluation, который классический, он будет согласован со скобкой Пуассона. А evaluation бесконечность там нет проблемы? Эвалиюсин бесконечность, он будет как бьет в SRG, так и будет... Он галморфизм алгебры ли там или что-то? Да, 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 да. А почему там не получается? Я думаю, что... Но это фактор просто по вот этому идеалу, где t в больших степенях. У нас t в маленьких степенях. Ну ладно, это поддержка. Но я просто думал, что скобка x в t в минус первая, xy в t в минус первое, она имеет t в минус второе, то есть скобка нулевая. То есть коммутатор имеет нулевое, выучит. Нет, ну у нас спаривание x... Может быть, я не оправдал. Нет, спаривание x уже все хорошо, потому что после спаривания x у нас скобка нулевая. Ну да, спаривание x, да, да, нулевая. Ну да, наверное, я тут неаккуратно, да-да-да-да. То есть тут важно, что мы еще спариваем x. Вот да, когда мы имеем дело вот с этой компонентой, важно, что мы еще спариваем x в процессе. А, то есть на вот этой компоненте скобка-то нулевая. Ну да, то есть это саджей, у меня есть нулевая скобка. Пардон, на какой компоненте скобка нулевая? На бесконечную. А сейчас там, а можно про это чуть подробнее? Ну, я не знаю, ну... Я такое, может быть, коммерциально... В смысле, что у нас есть отображение из универсальной обертывающей t-1, g, t-1, отображение в симметрическую алгебру от g, вот этот вот вычет, и это отображение, оно все еще будет галморфизмом алгебры. А почему это все внутренняя алгебра, а не в отбре? Ну вот потому что... Скобка нулевая, именно это означает. Да, это особенно соответствует, да, то, что скобка получается нулевая, да. Потому что это отображение все еще бьет в саджей. Скобка получается нулевая где? Вот здесь. Ну, то есть тут коммутатор, он равен нулю. И, соответственно, его классический аналог, скобка, тоже будет равна нулю. Ну, еще можно сказать, что есть отображение из алгебры Li в, как бы, ну, не знаю, t в минус первой g с нулевой скобкой. И это отображение, это фактор по всему, где степень t, там, минус 2, минус 3 и так далее. Да, то есть что у нас есть t в минус g. Вот такое, оно все реектируется на t в минус первой g, и вот здесь вот коммутатор уже равен нулю. И это будет гомоморфизм алгебры Li. Сейчас, но это просто утверждение про то, что там лежит в второй компоненте градуированной, да? Ну, или как это называется? Ну, да. Ну, там кинтапа ноль просто потому, что зависит от... Из-за того, что, да, из-за того, что про нерепатент. Но из-за того, что мы потом с этим хи-спариванием в этом месте, то все тоже будет в порядке. И вот в этой картине с ингианом, на самом деле, такой проблемы не возникнет. Ну, может быть, мы это обсудим. Последний. У нас здесь не было картинка с ингианом. Да, пока еще не было. Вот, хорошо. Есть ли еще вопросы? Я откажу вам комментарий, что вот эта вся борьба с бесконечной, потому что мы форму для Годена вот этот хи держали. Если бы мы его не держали, то все было бы, честно, более единообразно. Угу, совершенно верно, совершенно верно. Да-да-да-да-да-да-да. А еще, можно сказать, что вот эта схема в каком-то смысле получается пределом ситуации. То есть у нас было бы N плюс один точек, и мы одну из них знали в бесконечность, и тогда бы мы могли получить такую ситуацию с магнитным полем. Совершенно верно. Это тоже я хотел обсудить. Может быть, мы это обсудим. Отлично. Давайте теперь увидим такие, что то, что мы построили, оно имеет шанс на то, что оно правильное. А именно, что все эти ашхи от з лежат в нашей алгебре. Значит, да, значит, тогда для того, чтобы это увидеть, давайте вспомним, как были устроены... Вернемся обратно и перепишем. Я могу ее скопировать сейчас. У нас была вот эта формула, звездочка. Вот, да, вот она, эта звездочка. Давайте я ее пробую перенести. Нет, не хочет. Сейчас еще раз попробую. Она пошла. Пошла, пошла. Надо куда-нибудь ее рядом с... Давайте в самый низ. Вот она. Отлично. Вот, значит, вот у нас наша x от z. Вот она, формула для этого x от z. Теперь, я утверждаю, что вот это вот... Это есть не что иное, как... Значит, это у нас эвалюэйшн. Значит, у нас была и минус 1 от z от x. И теперь мы можем к нему применить эвалюэйшн в точках z1 и так далее zn. Правильно. Значит, давайте вспомним здесь еще раз. И минус 1 от z от x. Она у нас как определялась? Это была сумма от k равного единице до бесконечности. z в степени k минус 1. И здесь x tensor t в степени минус k. Теперь к этому мы применяем эвалюэйшн в точках z1 и zn. И минус 1 от x. Тогда что происходит? Тогда у нас вот эта вся сумма, она распадается как раз в сумму n и z слагаемых, каждая из которых соответствует точке, в которой мы считаем эвалюэйшн. И в каждой из этих сумм мы теперь вместо z подставляем... вместо t, в значении, подставляем z it. То есть мы пишем z в k минус 1. x мы сажаем на it компоненту и вместо z подставляем z it. И вот это... Вместо t подставляем z it. Вместо t подставляем z it, да. И вот это, это ровно и есть вот это. Есть ли вопросы по этому? Гомезониан и Годена произошли... То есть Гомезониан и Годена в точности произошли из Казимира. Да. То есть вот у нас теперь был квадратичный Казимир f1. И вот из него, когда мы к нему применили этот х минус 1 от z, а потом еще применили эвалюэйшн. И я тут хи не комментирую. И вот это давайте оставим в почти упражнение. То есть эвалюэйшн z1, zn, примененный вот к этому вот, это будет в точности Гомезониан и Годена h0 от z. И вот это мы сейчас тут объяснили. Есть ли вопросы про это? То есть в каком-то смысле это довольно-таки естественно. То, что мы сделали. Такой вопрос. Может, это должно быть очевидно, но не очевидно. В общем, мы для хи проверили. Да, действительно. Но у нас Гомезониан, он был как бы квадратичный. Ну да, квадратичный как бы по... Сейчас, почему для Гомезониан сразу следует? Да, значит, мы проверили, смотрите, мы проверили для этих элементов вида х от z. А дальше, как у нас определялся Гомезониан? У нас Гомезониан, ну, скажем, h0, это была сумма xa от z, xa с верхним весом от z по a. А теперь давайте заметим, что Казимир f1, это в точности есть сумма xa на xa сверху. Правильно? То есть сумма одинаковая, берутся по одинаковым векторам. Теперь мы проверили, что... Ну да, теперь мы проверили, что когда мы берем вот такую как бы xa от z и применяем к ней эволюэйшн, мы получаем ровно то, что мы хотели получить. Ну а дальше мы просто суммируем по всем a. А, ну и минус один от z – это гомоморфизм. А, ну да, все. Хорошо, есть ли какие-нибудь еще вопросы? Еще раз, мы проверили, что действительно эти h хи от z лежат, а хи от z1, zn. И тем самым получили какую-то коммутативную подалгебру в s от g в степени n. И давайте я предложение про нее сформулирую сразу, чтобы... Предложение. Опять, значит, если хи регулярный, то а хи от z1, zn ну вот интегрирует систему гадена. Ну то есть у нее правильный правильный размер. Ну это алгебра. То есть это да, компасон коммутивной алгебры, имеющая правильный... Все, я прошу прощения. Система гадена – это все-таки что-то такое определенное на произвольных орбитах. Я так понимаю, что мы вначале договорились, что у нас орбиты там максимальной размерности. Да. И тогда, то есть утверждение сейчас в том, что если модель гадена живет на образовании орбиты максимальной размерности, мы делали регулярные хи, то вот эта хи интегрирует модель гадена. Да? Для любого регулярного хи. Ну давайте я скажу аккуратней. Давайте я скажу аккуратней, что утверждение в том, что это ахи Z1, Zn, рассматриваемая как подалгебра в синтетической алгебре от G в степени n, что у этой алгебры, ну, соответственно, степень размерности или степень трансцендентности этой ахи Z1, Zn. Она, соответственно, равна одна вторая n пополам умножить на размерность симпатичного листа. Ну и плюс еще у нас есть лишние центральные элементы, которых n умножить на ранг. G. Ну, то есть интегрирует в том смысле, в по-моциональном смысле. Ну, я просто на сто процентов это надо подумать. Я на сто процентов не уверен, что если мы на любое произведение регулярных орбит ограничимся, то там ничего не может сократиться, но скорее всего, да. А что там может регулярно, то что там у нас случится? Ну, да. Зависимость какая-то возникнет в каких-то точках, да? Хорошо. Во всяком случае, если все собственные значения разные, да, и ахи любой регулярный, то вот эти вот разные алгебры ахи, они все интегрируют произведение орбит со всеми разными собственными значениями, да. А если просто у вас максимальная жардановая клетка, тогда там не очень понятно, но вроде тоже интегрируют, да. Ну, еще, опять-таки, для, если у нас хи не обязательно регулярный, да, то опять есть утверждение такого сорта, что ахи от z1, zn внутри уже централизатора относительно хи, ну, да, что вот он будет максимальный подал. Это означает, например, что если я возьму вот специально возьму орбиты не максимальной размерности, то вот, допустим, я вам даю там список орбит не максимальной размерности, а вы говорите, вот тогда давайте возьмем такой хи, и вот этот хи даст там все, что нужно. Не знаю. Не знаю, не знаю. Это хороший вопрос. Ну, если Леня есть, то он ответит. Ну, я не знаю. Возможно. Ну, то есть, собственно, тонкость заключается в том, что, например, как мы знаем, если у нас есть образующие центры симметрической алгебры, да, эти наши фииты, мы знаем, что их дифференциалы, например, линейно независимы в любом регулярном элементе нашей алгебры, G. Но при этом в нерегулярных элементах они линейно зависимы. Можно к этому относиться как к тому из определений понятия регулярного элемента. Это я, наверное, какую-то глупость спросил. То есть, на самом деле, если просто можно всегда брать какой-то регулярный хи и ограничивать это на маленькие орбиты, и это в любом случае будет лучше, чем брать нерегулярные хи и ограничивать на маленькие орбиты. Это точно. Да, это точно. Да, понятно. Хорошо. Спасибо. Тогда давайте... Ну, собственно, на этом, наверное, и остановимся. То есть, мы поняли, ну, как бы, на уровне идейном, как-таки интегрировать модель Годена в классическую. И давайте я просто спромулирую, значит, вопрос и два подхода, которые мы будем использовать в оставшиеся две минуты. То есть, теперь, значит, у нас вопрос состоит в том, как квантование... Теперь у нас есть квантование системы Годена. И мы построили в классическом случае мы построили ахи от z1, zn внутри симметрический каунгер. А теперь вопрос. Как построить их квантовые аналоги? Их аналоги теперь вот же, чтобы не это. И давайте я сформулирую просто два подхода к этому и на этом остановлюсь. Подход номер один следующий. Это подход, схожий тому, что мы вот сейчас обсуждали, а именно проквантовать алгебру ауниверсальное. до некоторой уже коммутативной подалгебры в универсальный обертывающий. И проквантовать ее при помощи на самом деле при помощи центра у аджес-крышкой на критическом уровне. И дальше определить вот эту ахи от z1, zn так же, как мы и определяли классическую лекцию. То есть вычислить после этого в точках z1, zn и значит этот вычет посчитать от универсальный. Это подход номер один. И этот подход значит связан с с с с конформными блоками и в общем очень интересный. Тут куча всего интересного можно обсуждать связанного с этим. Но соответственно как бы центральный момент здесь это центр на критическом уровне, из которого все производится дальше. То есть центральная коммутативная алгебра, из которой дальше мы все делаем, это центр универсально обертывающей афинной алгебры ли, соответствующей же на критическом уровне. И тут по делу элементы шоковары, то, что они коммутируют на критическом уровне и так далее. Теперь подход два. А можно про подход один вопрос? Вот если ничего не знаю про подход один, как мне угадать вообще, что там надо про критический уровень думать? Ну да, чтобы угадать, что надо думать про критический уровень, можно попытаться сделать то же самое, что мы делали, схожую вещь с тем, что мы делали, ну вот когда мы строили эти A-1 от Z от FIIT в принципе можно написать какие-то похожие элементы, но уже поднять их в универсальную обертывающую. Хорошо, но это пока ничего в критический уровень не говорит. Да, вот написать такую штуку и посмотреть, что это за элементы получится. Получатся какие-то отличные элементы и дальше захочется, чтобы они коммутировали. И вот окажется, что они не коммутируют, если, ну, дальше их там надо будет еще правильно доопределить и видно будет, что, в общем, они не коммутируют, но если рассмотреть центральное расширение и подставить правильное значение для этого центрального K, то они станут коммутировать. Я даже не знаю, может люди в обратном порядке догадались, то есть они знали, что есть KZ и знали, что предел в критическом уровне это модель ГДЭна. И что значит, может быть, центр на критическом уровне как-то для модели ГДЭна и поможет. Слушайте, а вот это эти люди это твои знакомые, Фегин, Френк и Решетихин. Действительно. Вот так вот, это правда, что если попытаться на критическом на критическом уровне это делать, то просто у нас центр будет недостаточно большой. На критическом уровне центра нет. Вообще нет центра, да. В смысле да. Ну да, правильно. Недостаточно большой. Недостаточно большой. Давайте, поскольку можно за время подход 2 будет сказан. Да, говорю подход 2 и дальше уже вопрос есть. Есть. А именно подход 2 состоит в следующем. вместо того, чтобы рассматривать квантовые афинные всякие картинки, рассмотреть под алгебру β β от экспонента х внутри ингиана. И пользуясь тем, что присоединенный грануированный от ингиана изоморфин универсальный обертывающий от G от Т, выродить правильным образом эту под алгебру β от экспонента х до некоторой под алгебры ахи универсальная я буду ее писать с плюсиком внутри универсальной обертывающей от G от T. И она будет пуассоново коммутативная, потому что она получилась из чего-то коммутативного, не пуассоново коммутативного, а коммутативная, потому что она получилась из алгебры β, которая была коммутативной. И следующим шагом определить нашу ахи от z1, zn, как уже эволюэйшн, вот тут уже все честно, тут нет никакой бесконечности, вот то, про что я говорил давно, как эволюэйшн просто в точку z1, zn у вот этой а плюс универсальной хи. То есть отличие в чем? Отличие в том, что здесь, в этой картинке, у нас одна единственная универсальная, и из нее мы все получаем при помощи вот этого, и этот хи мы как-то там должны на бесконечность что-то добавить и сдвинуть, а в этой ситуации, в этом подходе, у нас алгебра чуть-чуть другая, у нас универсальная обертывающая от z от t, и здесь в ней мы уже сразу строим некоторые семейства, зависящие от хи. И тогда наши ахи – это просто вычисление в n точках. Но давайте я сразу тоже последнее, что я скажу, это то, что подход 2, конечно, не в типе А, он зависит от подхода 1. То есть ничего не докажешь. То есть в TPA все можно сделать с руками подход 2 без подхода 1, а в общем случае, конечно, нужно пользоваться подходом 1 в процессе. Почему подход 2 в TPA как хорошо работает? Ну, потому что надо знать… Ну, в общем, что-то построить можно вот таким вырождением, но то, что мы построим – это то, что нужно. А, хотя… Не, может и ничего, да, может и нормально. Да, может и нормально. Но в любом случае подход 2 не в TPA тоже никаких формул явных не дает для этих образующих. А в TPA дает? А в TPA никаких проблем нет, да? Нет, в TPA проблем нету, потому что эволюэйшен мы берем только для универсальной обертывающей. Для Ингиана мы никогда никакой эволюэйшен не берем. Поэтому с эволюэйшен все в порядке. Нет, 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 ну, да, действительно, подход 2, наверное, работает. Это еще для тех, кто в танке. Вот эта подалгебра бета в Ингиане, она какая-то большая коммутативная, да? Я просто совершенно не… Это большая коммутативная подалгебра, которая, опять-таки, если у нас F регулярный, то она будет максимальной коммутативной подалгеброй. То есть это самая большая, и она по размеру будет тогда как картан в Ингиане. Ну, вот в Ингиане есть подалгебра картана, ашами порожденная. Вот эти подалгебры бета, они будут по размеру равны ей для регулярных хи. Спасибо. Вот хорошо. У меня такой вопрос, я сделаю вид, что слежу за формулами. А вот там в одном случае у нас была как бы алгебра была с T в минус первой, а в другом случае алгебра с T, да? А значит ли это, что в одном случае мы берем evaluation по Z, а в другом Z в минус первой? Нет, 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 нет. Ну, тут видишь, тут как бы разница еще не только в том, что T и T в минус первой, еще разница в том, что вот здесь, как бы тут есть, короче, это пронирепатентное, а это нет. Ну, там действительно, скорее, может быть, Z иногда надо заменять на минус Z. Ну, ладно. Это ты прав, да, да, да. В смысле, там как бы они в одном случае, естественно, получается АХи, а в другом А минус Хи. Или, в общем, да. Еще какие-нибудь вопросы? Ну, у меня есть вопросы, но просто сейчас тут говорю, мне при всех неловко. Да, да, не больше одного вопроса в одни руки. Не, ну мы можем, если, как бы, мы можем закончить трансляцию, если нету каких-то вопросов от мирных жителей, и потом еще чуть-чуть посидеть, если Вася не убегает. Да, да, давайте, вопрос от мирных жителей. Ну, хорошо, спасибо, Вася. Спасибо.